Но вот действительно, люди вот сегодня, когда оценивают эту эпоху, даже вот у меня в деревне, я сейчас в деревне разговариваю, под Гродно, здесь родная деревня, здесь дедушки-продедушки, вот у меня тут дом свой. И когда я вот с местными разговариваю, мне очень интересно, как с бабушкой в основном, то бабушки живут в деревне, а постепенно уходят, хотя это шикарное место, пуща, озеро, будет место отдыха, но уже колхоза нет. И бабушки говорят, вот знаете, как сейчас, они сейчас говорят, оценивая эту эпоху. Но все-таки он же сделал что-то там, вот пенсии нам даже выплачивали. Они помнили, когда в Советском Союзе пенсии у колхозников не были, вот. И стабильно. Но он подустал. Вот надо уже как-то вот молодых, потому что бабушки говорят, нужны реформы. Бабушки даже перемены слова боятся говорить обычно, а тут уже на реформы бабушки согласны. Я говорю, откуда вы знаете, что нужно? А вот деточки приехали с городу и сказали, что коли не будет реформа, у не будет працы, и они у всех едут за межу. Они уедут за границу. А я не хочу, чтобы они уехали за границу. Я хочу, чтобы внуки тут были. Вот это рассуждение местных уже. То есть действительно сейчас состояние людей вот такое обвальное. Ну вот как накапливается, накапливается, а потом этот взрыв такой вот несогласия. И люди хотят перемен. А ну что, ну там обычно говорят, вот есть же такой миф Лукашенко. Вот ты едешь в Россию и в Украину, по-моему, даже у вас и сейчас, до недавнего времени, самый популярный политик. Вот. Только хотела вас перебискать, был самый популярный в политиках. И более существовал миф, что у вас там в Беларуси все, ну, конечно, там, конечно, авторитарный режим такой выглядит, но зато все устроено, дороги отличные, жизнь более-менее принятная, медицина неплохая, образование неплохое, там, не все недорого, продукты белорусские хорошие. Вот такое было же понимание на самом деле. Ну вот то, что люди видят, и то, что украинец, когда приедет к нам и видит там чистота, порядок, хорошие дороги, вот продукты качественные, вот когда говорят продукт белорусский, значит, это уже какая-то реклама для него хорошая. Все это правда, но дело в том, что у нас и в Советском Союзе без Лукашанки было так. У нас были одни из лучших в Советском Союзе дороги, вот такие же, как при Балтике были. Вот. У нас было чисто, но такая традиция, вот было чисто. И он закрепил это, я не говорю, что он там старался. У нас ЖКХ же централизованы, и она одна на всю страну. То есть там нет у нас частных фирм, чтобы была конкуренция. И цены, соответственно, растут. Но, да, ЖКХ с метлой стоит людей больше, чем того мусора. Вот. Поэтому это было. И это плюс. Я считаю, что поддержание культуры какой-то такой бытовой, ну, это замечательно. Вот. Ну, не развалил заводы и колхозы. Ну, знаете как? С одной стороны, мне жалко, вот если МАЗ, у нас МАЗ, который делает грузовики, или БелАЗ, который делает самые большие в мире грузовики, вот если они остановятся и перестанут существовать. Но, вроде бы, их государство постоянно поддерживает, по-нормальному датирует. Вот. А инвестиции государство не в состоянии сделать туда мощные. Поэтому, поэтому, что нужно делать? Если дотации, 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 ну, естественно, это развращает. Естественно, это всегда надежда на то, что тебя не бросят. И рабочие получают, они производят продукцию. А продать трудно. Наши трактора, вот, весь двор забит, все. А почему так случилось? Я сам помню, когда был во власти, шведы, Вольво, хотели войти в МАЗ. Западные и другие были предложения по тракторам. Но ведь никто не хотел 50 плюс 1 акций продать, продать тем, кто инвестирует. А почему он будет инвестировать, если он не командует, хотя бы решающего голоса не имеет? И мы так вот, то время, когда в нас хотели, мы профукали. И это и с проблемой большой. Потому что сегодня большая часть бюджета идет на поддержку государственных предприятий, которые производят продукцию, которая все хуже выглядит в конкуренции. И в России уже идут, берут автомобили, скорее, не белорусские. И свои кразы модернизировались, и зарубежные покупают. Вот это проблема большая. То есть, вечно поддерживать нельзя. Надо какую-то конкурентную среду бросать эти предприятия. Чего не было сделано. Колхозы. Ну, у нас большинство колхозов существует в других формах. Они называются агропромышленные предприятия. Ну, какая разница? Все то же самое. Вот, есть преуспевающие. Несомненно. Прибыльные все. Ну, туда когда-то бы инвестировали огромнейшие деньги. Вот. И они успешные. Вот тут вот недалеко по дороге на Гродно. Прогресс на весь Советский Союз. Дважды герой. Председатель был. Мой друг, баскетболист тоже. Вот. Его уже нет в светлой памяти. Ну, вот там колхоз такой. Но не во все ж могли ввалить такие деньги. Чтобы они стали на ноги и сейчас уже продолжали светлый путь. Вот. Поэтому есть много. И вот эта вот старая система, она, конечно, не действует. Но я думаю, даже не это самое страшное. Лукашенко боится приватизации по многим причинам. В том числе, чтобы держать на контроле и людей, тогда на государственных предприятиях. Можно сказать, вот, если ты не лояльный, ты не работаешь. Ну, такое. Есть еще идея. Но другое. Система управления страной, она безнадежно устарела. Я думаю, это самая большая наша проблема. В Украине, да, к политикам скепсис я знаю часто. Там некоторые заслуживают, некоторые не заслуживают. Вот. Но в Украине есть конкурентная политика. И была даже в самые тяжелые времена. Была конкуренция. Когда у вас случался Майдан, у вас были фракции в парламенте. У вас было телевидение, ну, условно, пятый канал, который вещал. Я сам его смотрел, с удовольствием выступал даже. А у нас, начиная от Лукашенко, вот как он пришел и сделал свои вот эти все референдумы, чтобы стать королем Беларуси, то у нас в парламенте с той поры ни одной фракции, у нас в парламенте вот сегодня, ну, ни одного депутата, ни государственного, ни государством назначенного, вообще нету. Телевидения нет вообще никакого. У нас смеются, что телевизор делают картинку для одного человека, который радуется, когда ему нравится. И у нас тоже такое впечатление. Люди смотрят, говорят, как в эту страну попасть. Известный анекдот, который там показывают. И вот это все, знаете, система начала деградировать от того, что она не искренняя, она не имеет ни внутреннего диалога, ни диалога с обществом, нету конкуренции. Ну, мы сейчас хорошо знаем. Нет конкуренции, все умирает. Даже организм умирает, когда он не конкурирует. И поэтому вот это вот отсутствие, значит, такое вот полное централизованное управление и вся система управления власти, она строится так. Все назначаются. И губернатор, и мэр, и ректор, и директор завода, даже райисполкома, председатель назначается. Все назначается. Одним человеком. Он в кабинете показывает, как он всех назначает. Ему кажется, что это управляемость. Все знают, что от него зависит. Он дал команды, они слушаются. Но начинается деградация системы. В чем она деградация? Человек, когда его назначили, он понимает, от кого он зависит. И он старается угодить ему. Но если напрямую не может донести, что я хороший, тогда он старается угодить. Шеф райисполкома хочет угодить шефу облаисполкома. То есть туда смотрит. А люди ему просто мешают жить. О людях ему не нужно думать. Его люди вообще на него не влияют. Вот это вот трагедия этих людей. Там же много толковых. Я же не говорю, что все плохие. Но начинается разложение. Вот то, что сегодня случилось. Люди вышли на улицы, никто не умеет с ними говорить. Лукашенко вышел вчера, лучше бы он не выходил. Он так слабо выступил. Просто это пиаровский был проигрыш, провал полный. А он же отлично выступает. Но у него талант есть. Вот он умеет. А сейчас еще гораздо лучше, чем раньше. Но вот и он все проигрывает. Потому что они не готовы. Завтра будут выборы нормальные. Некоторые из них, конечно, попадут во власть. И толковые есть, и менеджеры хорошие. Но многие просто не умеют говорить даже. Продолжение следует...